Тема второй лекции «Источники и историографии древней истории Казахстана» по курсу «Источниковедение и историография истории Казахстана». План лекции. Первый вопрос, который мы рассмотрим – «Источники древней истории Казахстана». Второй вопрос – «Историография древней истории Казахстана». Продолжение следует... Эпоху бронзы подразделяют на три периода. Это ранняя бронза, 18-16 века до н.э., средняя бронза, 15-13 век до н.э., поздняя бронза, 12-8 век до н.э. В эпоху бронзы получает развитие скотоводства мотыжное земледелие. В период поздней бронзы появляется кочевое скотоводство. Ценейшим источником информации по изучаемой эпохе являются петроглифы. Рисунки Тамгала, Каратау, Тарбагата и другие стали достоянием мировой культуры. Казахстан в раннем железном веке соответствует эпохе ранних кочевников, а также скифской и сакской эпохам. В этот период союзы племен поднялись на более высокий уровень человеческого общества, в котором уже были заметны социальные расслоения, производственные отношения регулировались органом типа государственного образования. В конце первого тысячелетия до н.э. и в начале первого тысячелетия н.э. происходит консолидация степных кочевников, где главную роль в истории евразийских народов играли племена Хуну. Ранние государственные образования Усуни и Канглы на территории Казахстана в Центральной Азии в целом оставили заметный след в этом генетике Казахов. Рассмотрим источники и историографии древней истории Казахстана. Важную роль в изучении древней истории Казахстана являются, конечно, источники. Источниковая база. Самым важным являются, конечно, археологические источники. Затем мы изучаем древнюю историю по различным сочинениям греко-латинских, персидских, арабских, китайских авторов, путюрским надписям на каменных стелах. Этнографические материалы. Данные истории казахского языка, изменения в словаре, заимствования из других арабского, персидского, русского языка, дают тоже большой ценный материал для изучения истории Казахстана. Сокровища устного народного творчества, эпосы, сказания, легенды. Рассмотрим наиболее важный источник для изучения древней истории Казахстана – это археологические памятники. Первые сведения об археологических памятниках Казахстана принадлежат средневековым ученым, историкам, географам, путешественникам. В своих трудах они упоминали увиденные ими лично или известные им по рассказам необыкновенные предметы, изображения, разваленных городов и селений, существовавших задолго до современных им событий. Важную роль в научном изучении прошлого Казахстана сыграли указы Петра I, которые предписывали бережное отношение к древним раритетам, их описание и сбор, а также предпринятые по его инициативе мероприятия с целью изучения Сибири и прилегающей к России территории Казахстана. В результате этих действий в 1707 году появилась чертежная книга Сибири, написанная Ремезовым. В ней, наряду с географическими данными, сосредоточены сведения об археологических памятниках казахских степей. Следующие по времени интересные сведения по археологии зафиксированы в отчетах первой академической экспедиции 1733 года в Сибирь, которую возглавил академик Миллер. В составе экспедиции работали известные ученые, делок Лойер, Фишер, геодезисты Красильников, Иванов, Ушаков. Археологическое изучение Казахстана в 1768-1774 годах продолжила вторая академическая экспедиция, организованная с целью изучения истории, географии, этнографии народов по Волжи, Урала, Сибири и Казахстана. В экспедиции участвовали выдающиеся ученые того времени Палас, Пальк, Георгий, Рычков и так далее. Важные заметки об археологических памятниках истории Семиречи оставил Валихан, описав городище Талгар, Сингельдинские развалины. В 1862 году археологические работы в Казахстане начал Радлов, с именем которого связаны первые проведенные на научной основе раскопки погребений Бронзового века. Радлов предложил классификацию и периодизацию памятников древности Северо-Восточного Казахстана и Сибири. Историю культуры этих районов он делил на периоды – Медный и Бронзовый век, Древнейший Железный век, Новейший Железный век и Раннее Средневековье. Труды этого ученого явились большим шагом в развитии археологии Казахстана и в изучении древней истории Казахстана. В 1867 году по поручению археологической комиссии известный русский востоковед Лерх исследовал Туркестанский край. Он осмотрел развалины сардаринских городов Сауран, Сыгнак, побывал на ряде городищ Таласской долины и произвел раскопки на городище Джанкен. Важным событием, сыгравшим большую роль в развитии археологии и востоковедения, стала командировка в этот регион Бартальда в 1893-1894 годах. Он осмотрел памятники Чуйской и Таласской долины, Иссыкульской котловины и долины реки Ильи. Его отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью до сих пор остается образцом исторической информации. Опираясь на многочисленные письменные источники, Бартальд обрисовал топографический фон исследуемого региона, определил перспективные в археологическом отношении памятники и отождествил их с известными средневековыми городами. Важную роль в изучении древних памятников Сараарки и особенно древнего горного тела и медиаплавильное производство сыграл известный ученый Канаш Сатфаев. Центрально-казахстанская археологическая экспедиция, которую возглавил тогда академик Марбулан, внес огромный вклад в изучение истории Казахстана. До настоящего времени эта экспедиция ведет систематические поиски и изучение древней Сараарки. Если говорить об исследовании, которые проведены на основе письменных источников и оставлен богатый материал по изучению древней истории, то, конечно, мы должны коснуться греческих авторов античного времени. Труды Геродота, жившего в V веке до н.э., стали основными источниками в изучении социально-экономической жизни и политического строя скифов. Более подробные сведения о скифах содержатся в трудах Геродота, который называет их азиатскими скифами. Наиболее подробные данные о населении вразийских степей содержат его очерки в четвертой книге, в которой рассматривается скифский поход Дария. Специалистом в изучении истории хунов и их происхождении был Никита Бичурин, который собрал сведения о хунах, китайских источниках, а также из трудов персидских ученых и хивинского хана Абу-Газы. Среди работ первых послеверационных лет исследования археологов Иванова, Сайрами и Городецкого семеречия на юге Казахстана статьи масона, крупнейшего исследователя древности Средней Азии, посвященной городищу Сайрам и мавзолею Ахмеда Ясави в Туркестане. Открытие и раскопки в Западном Казахстане, которое производил Брезнов в 1926 году, собрали очень богатый материал для изучения истории андроновской культуры, которая характерна была для Западной Сибири и территории Казахстана. Экспедиция Бернштама и Агеевой в послевоенное время, Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Академии наук СССР под руководством Полского, Восточно-казахстанская археологическая экспедиция под руководством Черникова, Ильиская экспедиция во главе с Акишевым дали ценнейший материал для изучения древней истории Казахстана на основе археологических источников. Исследования Академика Маргулана, археологических памятников Неолита и Энеолита внесли огромный вклад в изучение древней истории Казахстана. В 1977-1980 годах Институтом истории, археологии и этнографии Академии наук СССР была издана в пяти томах история Казахстана с древнейших времен до наших дней. Большой вклад в развитие исторической науки внесли историки старшего поколения Абельгиреев, Ахинжанов, Канапин, Жакупеков, Ассалбеков, Боргийцев, Сулейменов, Тулубеков, Баешев, Сармурзин, Токенов, Даулбаев, Тусымбаев, Галуза, Покровский, Басин, Пищулина и другие. Определенный вклад в историографию Казахстана внесла книга петербургских ученых Клешторнова и Султанова об истории казахского народа с древнейших времен до XVIII века. Она была издана в Алмате в 1992 году, называлась «Казахстан. Летопись трех тысячелетий». Главное достоинство данной монографии – высокий научный уровень использования письменных и археологических источников, простота изложения. В 90-е годы, после распада Советского Союза, историческая наука уже независимого Казахстана освободилась от многовековых оков колонизации и обязана была всеми силами сформировать историческое сознание народа с объективных позиций. Большой вклад в этот процесс внесены такими историками, как Кузимбайулы, Абиль, Койгильдиев, Умарбеков, Абылхожин, Масанов, Кумеков, Касымбаев, Артхпаев, Сыздыков, Козабаев, Козабаев, Ирмуханов, Ирофеева, Галиев, Бикмаханова, Юдин, Абуситова, Адарбаев, археологами Алтспаевым, Байпаковым, Акишевым, Самашевым, Таймагамбетовым, Уразбаевым, этнографами Аргамбаевым, Мукановым, Шаликеновым, антропологом Исмогуловым, лингвистами Аманжоловым, Айдаровым. В конце занятий мы предлагаем вам вопросы для закрепления темы. Первый вопрос. Определите хронологические рамки периода древней истории Казахстана. Второй вопрос. Назовите основные источники по изучению древней истории Казахстана. Третий вопрос. Почему основным источником при изучении древней истории считается исследование археологических памятников? Четвертый вопрос. Проведите историографический обзор исследований ученых по древней истории Казахстана. Продолжение следует...